Итак, мы начинаем. Нам только нужно немножко сосредоточиться. Здесь есть еще кресло свободное, можете сесть. И так страшно, когда мысли без ответа крутятся в голове. Ничего страшного. Пускай покрутятся. И, кстати, это кручение мыслей и есть труд жизни. Я впервые увидела его в конце 80-х годов. На высших режиссерских курсах. Я помню тот пасмурный осенний день, когда он, попыхивая трубкой, не спеша вошел в аудиторию. И с этого момента началась моя новая жизнь. Как певцу ставят голос, так он ставил нам мышление. Удалось ли это ему? От него это уже не зависит. По уровню наших душ, так он говорил. В своем отечестве пророков нет. И вот уже три года нет на земле философа и пророка Мираба в Мордашвиле. Всякий фильм сейчас о Мирабе. Это большая проблема. Почему? Потому что мы, когда делаем такого рода фильм, или даже когда пишем очерк, мы не знаем на самом деле, что мы делаем. История это или нет. Для истории это слишком рано. Прошло слишком мало времени. Время Нераба продолжается, как известно есть взгляд, поза и позиции есть прикосновение. Есть еще слово, которое, как считается, является наиболее поверхностным способом общения. Он был гармоническим человеком, как вы думаете? Не знаю, совсем не гармоническим. Я вам сказал, что он был нормальным человеком, нормальным, не относитесь к нему как к монументу. Потому что каждый из нас обречен умереть, поэтому не нужно после смерти заниматься микрофизмом. Родился 15 сентября 30-го года в селе Гори. Детство и юность провел в Грузии. Заканчивает школу золотой медали и поступает в МГУ на философский факультет. По окончании работает в журнале «Вопросы философии» и уезжает в Прагу редактором журнала «Вопросы мира и социализма». Из Праги нелегально выезжает на несколько дней в Париж, за что на ближайшие 20 лет становится невыездным. Однако это его не пугает и по возвращению в Москву открыто философствует, где придется. Читает лекции в Абгике, в МГУ, у друзей. Его погоняют из вопросов философии, а затем и из института истории естествознания. В Москве он не нужен. Но Мордашвили переезжает в Тбилиси. Защищает докторскую диссертацию, читает знаменитые курсы лекций по Декарту и Прусту. Работает в институте философии Грузии. С середины 80-х становится знаменитым в философских и политических кругах Европы и США. Грузия его не хотела. В кончале философских факультетов у каждого из нас в дипломе написано чудовищно, философ. Это все равно, что написать профессию. Аристотель, Сократ, Мордашвили, как выяснилось. Муз, номерап, это заставляет вспомнить легенды о сократовских диалогах, о Платоновской академии. И замечательно, что Юра Синокосов записал, не стенографически, а на голос. Почти все кино и видеозаписи с участием Мордашвили таинственным образом исчезли из архивов Москвы и Тбилиси. И случилось так, что сотни магнитофонных кассет, почти все, что от него осталось. И с помощью Синокосова они превращаются в книги. Я могу вам сказать, признаться, что одно из моих переживаний, из-за которых, может быть, я и стал заниматься философией, было вот это переживание в жизни, совершенно непонятное, приводящее меня в растерянность, в лепоте людей перед тем, что есть. Фолкнин говорил, что самая большая трагедия человека, это тогда или то, когда он не знает, каково его действительное положение. То есть, где он? Что происходит? Вернее так, как, когда сцепилось то, что сейчас происходит? В российской истории, я бы сказал так, гулял, во всю гулял гений по старинам, дурных до тошноты. Вот представьте себе, что мы едим, что мы их едим, и что мы бесконечно прозовываем кусок, который прозовывание у него не кончается. Мы не можем съесть его. Ну, смерть, смерть, это разница, закончилась. Абдук, это сердечная смерть. Смерть, который все равно происходит. Мы никак не можем умереть. Наш мир полон полурожденных людей. Они хотели бы родиться, но не родились. У них есть побуждение к мысли, но нет мысли. Побуждение к чести, но нет чести. Побуждение и поступок, вещи разные. Побуждение, ни жизнь, ни смерть, ни сон, ни ядь, это сумасшествие. На гребне Октябрьской революции произошла мутация человека. Да, у нас есть сердце, легкие, печень. Мы подобны человеку. Мы мутанты. Но продолжаем существовать, двигаться. И пятка начинает исполнять функцию сердца или легкого. Мы безвозвратно потеряли вкус к нормальной жизни. Судя по всему, вы законченный пессимист. Антонио Грамши сказал так. Пессимизм интеллекта, оптимизм воли. Я с ним познакомился где-то в начале 60-х годов. Мы очень быстро стали друзьями. В то время мы еще были вполне выносливые, могли много пить. Философы очень любят пить, чтобы вы знали. Настоящие философы. Говорят, что только... Только Гегель не пил. Он был такой бюргер. И довольно скучный человек. А Канк попивал. Он, правда, любил Мадеру и ликер. Но мы с ним... Мы с Мирабом пили вино и пили водку. И пьючий мы как-то беседовали. Беседовали мы на разные темы, которые нам подсовывали богатые в то время наши действительности. Я думаю... Я думаю... Ну, сейчас все... Ну, по-другому богато, наверное. Каждый момент существования этой страны, не знаю, начиная со времен Леона Гросмова, все богато. То богато кровью, то богато слезами, то богато несчастьями. Радостями не богато. Поэтому радость, она находится в доверии, в дружбе, в уверенности в другом человеке. Поэтому одна из самых больших радостей на этом свете, она всегда была открыта так называемому советскому человеку. Радость дружбы, дружбы, солидарности. И радость делить общие невзгоды, и радость открывать... разделять совпадение взгляда на эту жизнь. О его деятельности в области философии мы все-таки знали очень мало. Ну, я думаю, что это билибердачистая жизнь. Вот и он дурака валял просто. Он просто пудрил мозги своим студентам.